Здравствуйте. Добрый день. С вами мой собран Сергей и Евгений Черняков. Сегодня мы с вами будем разговаривать про новые операционные системы, которые появились совсем недавно. В общем, специально для вас мы, больше Евгений, конечно, приготовили ту презентацию, которую проводил Стив Джобс и еще куча народа. Да. Озвучили, перевели ее, дабы ознакомить вас со всеми подробностями, тонкостями, заявленными системами. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Поддержка всегда важна, и я это ценю. Итак, у нас сегодня сегодня потрясающее утро. Спасибо всем, кто пришел. Сегодня у нас более 5200 участников, которые раскупили билеты за два часа. И вы уж простите, это самое большое место, что нам удалось найти. Мне жаль, что не все желающие смогут присутствовать, да и билетов вы продали побольше. Ну, никогда не знаешь, как все будет. Итак, более 5200 участников, более 120 семинаров, более 100 прикладных занятий, где можно стянуть плащ и все попробовать руками, а также более 1000 инженеров компании Apple в помощь вам. Так что вокруг вас ныряет множество наших ребят. Хватайте их, спрашивайте, интересуйтесь, и мы надеемся, что вы хорошо проведете время на международной конференции разработчиков. Ну да ладно. Сегодня обсудим три вещи. Если комплектующие являются мозгом и высшестоящим органом нашей продукции, то программное обеспечение – это душа. И сегодня мы будем обсуждать программное обеспечение. И у нас есть отличный материал для обсуждения – iOS 10 Line, iOS 5 и достаточно интересная облачная штуковина. Ну что ж, давайте начнем с Line и все про него расскажем. Об этом я попрошу наших коллег – это Фил Шиллер и Крейг Федерики. Они все объяснят и покажут демо. Спасибо, Стив. Доброе утро всем. Как дела? Да, давайте энергичнее. Это же конференция разработчиков. Вот так вот лучше. Для меня большая честь быть первым, кто расскажет вам про наш новый продукт. И продукт это касается всех маков. А маки неплохо себя чувствуют. Количество пользователей растет как на дрожжах. И сейчас уже превышает 54 миллиона человек по всей земле. И это количество продолжает расти. Пользователи любят наш продукт. Для каждого из них нашлось свое применение. И имеют, что об этом рассказать. Вот одно из них. Я не могу выразить мысли иначе. Мак надирает задница. Это, конечно же, мило. Но что же автор имел в виду? Я вам отвечу. За последний квартал рынок персональных компьютеров заметно уменьшился. Когда как маки выросли на 28%. Вот, собственно, и над реализат. И это не нами придумано. Мак перерастает в свою индустрию каждый квартал в течение последних 5 лет. И это происходит потому, что продукты просто невероятные. Такие вещи, как MacBook Air. Прекрасные, легкие, тонкие и быстрые. Вся индустрия персональных компьютеров хочет скопировать его. Но ведь мы не всегда были лидерами в ноутбуках. Зато сейчас три четверти рынка наши. Но, что бы вы не выбрали, ноутбук или сногсшибательный и мощный iMac, все эти продукты будут лучшими, что когда-либо делала компания Apple. И лучшими они будут только потому, что у них стоит классное железо, но и благодаря программному обеспечению. Mac OS X – это сердце Mac. И если вспомнить, то мы сделали первую операционную систему 10 лет назад. Мы построили ее на цельном Unix фундаменте. Добавили туда простоты взаимодействия с системой, за которую нас так любят. Мы добавили туда лучшие средства для разработки приложений. И для тех из вас, кто забыл, как это было, я покажу вам, как выглядела наша операционка 10 лет назад. Mac OS X – это была настоящая революция. И эти 10 лет операционная система развивалась, доводилась до совершенства. Стала мощнее и красивее, чем она когда-либо была. Поэтому Mac OS X выглядит невероятно сильно. Так куда же она пойдет дальше? Следующий шаг в iOS X – это LINE. Главный релиз с 250 новыми особенностями. И если хотите, мы пройдемся по каждой из них. Ну, время ограничено, поэтому я расскажу вам о 10 ключевых особенностях системы. Это реально потрясающие вещи. Итак, номер один. Застый мультитач. Одна из прекрасных особенностей Macа с самого начала была в том, что не нужно было наводить стрелочкой на графический объект на экране, выделять его, зацеплять и тащить. Многое изменилось за эти 10 лет. Сейчас мы комплектуем все наши ноутбуки новым трекпадом с поддержкой мультитач. Его также можно использовать на стационарном компьютере. Сегодня LINE может просчитывать движения мультитач, чтобы получить прекрасную отзывчивость и легкость при прокрутке. Мультитач увеличение Tap to Zoom сделано для увеличения части изображения. Динамическое увеличение Pinch to Zoom, в основе которого лежит щепковое движение пальцев, увеличивает картинку целиком. А переключение изображения происходит простым смахиванием предыдущей картинки с полным динамическим контролем. Все это было недоступно на PC, но у нас же все нововведения проходят сквозь всю систему, они интегрированы с каждым приложением. Вот вам простой пример. Scrollbar. Вам нужно навести на него указатель мышки зацепить и прокрутить. С новыми опциями в мультитач надобность в скроллбаре отпадает, ведь так гораздо удобнее читать. Если вы хотите прористать страничку вверх или вниз при помощи мультитач-движений, справа появится индикатор для ориентации в документе, просто чтобы понимать, где вы находитесь. А когда он вам не нужен, он пропадет. Так что мультитач строит систему более мощно и жестко. Номер два. Полноэкранное приложение. У нас раньше были полноэкранные приложения, что особенно актуально для ноутбуков с диагональю 11 и 13 дюймов, но мы хотели задействовать каждый пиксель на дисплее, и разработчиков просто достаточно сильно потрудиться, чтобы сделать все приложения полноэкранными, такими как iPhoto. Так что сейчас в Lion мы сделали стандартный вариант для просмотра приложений в полноэкранном режиме. И управлять им проще простого. В правом верхнем углу есть специальная виртуальная кнопка, при нажатии на которую приложение переходит в полноэкранный режим. Но это не тот полноэкранный режим, что было раньше. Теперь, благодаря простому жесту мультитач, приложение можно оставить в режиме полного экрана и легко сменить его на рабочий стол, сделать что-то еще и вернуться обратно к приложению в том виде, что вы его оставили. Собственно, получается, что у вас одновременно может быть открыто более чем одно приложение в полноэкранном виде. Системные приложения, такие как браузер Safari, почта, календарь, дополнительные приложения, такие как iPhoto, iMovie, GarageBand, iWork, Keynote, Numbers and Pages. Все эти приложения теперь работают в новом полноэкранном режиме. Вот вам пример того, как это выглядит. Полноэкранный режим в Safari. Это прекрасный вариант для просмотра сайтов с новой особенностью. С списком того, что вы читаете. А это календарь в режиме полного экрана. Рассмотришь документы в формате PDF. И это невероятный опыт, который вы раньше не знали. Это то, что касается полноэкранного режима приложений. Следующая особенность. Для многих пользователей это будет лучшим нововведением в LINE. Она называется Mission Control. Нам нравится запускать много приложений одновременно. И Apple придумала много всего, чтобы помочь пользователю быстро найти то, что ему нужно. Поисковик документов, приборная панель для быстрого запуска приложений, пустые места для организации рабочего места. Но они все не были связаны вместе. А сейчас в LINE мы унифицировали все эти функции и вложили их в один жест. Это и есть Mission Control. Это как разглядит на все, что происходит у вас в системе с высоты плечего полета. В главном окне вы видите основной рабочий стол со всеми документами, с которыми вы работаете упорядоченной по степени активности. Вы можете выбрать любой документ и вытащить его на первый план. А над ним все ваши рабочие области. Это и многофункциональный рабочий стол, и панель инструментов. Каждая из областей может быть активирована простым названием на нее. Интересно, что виджеты на вашей панели инструментов выделены в отдельную область, в которую теперь так же просто впасть, нажав на нее. Это и есть Mission Control. И перед тем, как мы двинемся дальше, я бы хотел продемонстрировать, как три вышеперешеченные функции работают вместе. Крейг? Доброе утро. Давайте посмотрим на LINE в действии. И начнем я, пожалуй, с жестов Multi-Touch. Лучшее место для их демонстрации – это браузер Safari. И первое, что бросается в глаза… Забавно, да? Первое, что бросается в глаза, как все просто выглядит. Нет привычного скроллбара. Он нам и не нужен, потому что мы можем перелеснуть страницу простым движением пальцев. Вот, страница послушно отвлекается на ваши действия. Вы можете легко увеличить или уменьшить изображение, просто раздвинув пальцы. Увеличим и уменьшим. А если мне нужен зум, я просто дважды кликну на страничку, и оно увеличивается. А сейчас я вам покажу кое-что поистине прикольное. Это то, как теперь может осуществляться навигация. Вот я открываю ссылку, читаю, и теперь хочу вернуться на предыдущую страницу. Двумя пальцами я смахиваю эту страничку и попадаю, куда мне нужно. Ну, а если мне нужно снова обратно, я делаю то же действие, и страница снова на нашу экрану. Это фантастика. И таким образом я могу пролистывать все когда-либо открытые странички. Вот так вот. Далее я бы хотел показать вам приложение в полноэкранном формате. И для этого я запущу iFoto. Как видите, приложение адаптировано под новую функцию, и теперь смотреть фотоальбомы гораздо интереснее. Теперь, если нам нужно вернуться обратно на рабочий стол, я использую три пальца, чтобы смахнуть iFoto и снова оказаться на рабочем столе. Это настолько удобно, что мы сделали панель инструментов доступной для этого жести. Теперь я переведу Safari в полноэкранный режим. Рабочество становится чистым. Вот и наш фотоальбом. Все подругой. Заметели, как Safari превращает все свободное место в полезную площадь? Слева у нас рабочий стол, вот Safari, а вот iFoto. Если мне нужна адресная строка, я просто навожу указатель мыши наверх, и адресная строка сама появляется в нужном месте. Но если я хочу выйти из полноэкранного режима, я просто нажимаю кнопку в правом верхнем углу, и Safari снова на рабочем столе. А сейчас давайте посмотрим на Photobooth. Приложение, созданное быть размещенным на весь экран. И вот я в рамке, готовый сделать снимок. Ну, посмотрите, сколько новых фенечек в старой доброй фотокабинке. Главное, это распознаватель движения. Смотрите, я двигаюсь, и птичка двигается вместе со мной. Главное сказать, что это самая важная фишка в Lion. Мы можем использовать эту технологию и для других электронных искажалок. Вот, например, у меня наконец-то появятся огромные глаза, о которых я так столько мечтал. Пожалуй, сделаю снимок. Крутая штука. Можно часами за ней просидеть. Как вы уже поняли, полноэкранный режим — это просто фантастика. И, как уже говорилось, пользователи любят открывать много окон одновременно. Так, например, мой обычный стол выглядит примерно вот так. У него много что происходит. И как вы спросите во всем этом разобраться? Да просто. Я двигаю вверх три пальца на трекпаде и попадаю в Mission Control. А уже отсюда я легко доберусь до любого нужного мне места в системе. Календарь. Я нажимаю, он влазит. Панель инструментов. Все под рукой. Выбирайте, что нужно. Одно легкое движение. И вы снова в Mission Control. Вот, вы хотите выбрать в iPhoto, нажимаете, три пальца вверх, и все, обратно в Mission Control. Я также могу быстро посмотреть некоторые приложения. Вот, например, календарь. Или приблизить просмотрщик с открытыми документами. А что поистине потрясающее, так это то, что функция нескольких рабочих столов интегрирована в Mission Control. Я просто навожу мышкой на верхний правый угол, и появляется новый объект. Я только что сделал новое рабочее место, нажав на него. И если мне нужно что-то отдельно, я просто перекидываю это на рабочий стол. И в новом рабочем пространстве оно разрешается. Очень удобно. Можно между ними скользить, смотреть, выбирать. Вот, а если вам нужно закрыть, очистить эти пространства, это сделать очень просто. Всю папочку можно перекидывать. Всю папочку можно перекидывать. И эти места просто так легко чистить, как они были, чтобы создать. Я просто кликну, их делить, и windows вверх к моему оригиналу десктопа. Это и есть Mission Control. Большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok